Крым, к счастью, не знает, что такое дефицит продуктов. Как говорится, покупай не хочу, но цены иногда очень даже кусаются. По некоторым позициям стоимость продуктов на полуострове даже обогнала цены в сочинских и московских магазинах. Кто в этом виноват и будут ли снижаться цены в ближайшее время, расскажет Ян Латышев, заместитель министра промышленной политики Крыма. Ян Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот недавно крымчане оказались в так называемой продовольственной блокаде, в результате которой мы лишились украинской продукции. Ну вот хотелось бы знать, на сегодня уже компенсировали объем поставок продукции из материковой части России? Нету ли у нас того дефицита, о котором так кричали усердно украинские СМИ? Ну прежде всего блокады у нас никогда не было, продовольственные блокады. Нам пытались создать проблемы в поставках продовольствия, в удовлетворении потребительского спроса. Ну благодаря работе предприятий торговли, органов власти, которые помогали им находить поставщиков с континентальной части Российской Федерации, в течение трех-четырех дней, ну это еще было в сентябре, в принципе поставки товаров в Крым нормализовались и практически покупатели не заметили каких-либо проблем или отсутствия товаров. Это прежде всего касалось овощной группы, картофеля. Цены все-таки немного увеличились, но вот к этому уже свое внимание также уделял и глава Крыма Сергей Аксенов. И он говорил, что виной всему спекулянты, которые, наверное, даже не полагаясь на свою совесть, увеличивают цены абсолютно как хотят. Вот скажите, есть ли у власти какие-то рычаги на них давления? Ну прежде всего, скажем так, относительно формирования цен. Безусловно, на рынке есть недобросовестные предприниматели, которые пытаются получить сверхприбыль, сверхсверхдоход. Основная масса это честные предприниматели. И у нас цены формируются под формированием рыночных механизмов. Административных рычагов в соответствии с действующим законодательством нет. Сегодня нужно четко понимать, что у нас цена формируется, что такое цена у нас в Крыму. Это, грубо говоря, цена Краснодарского края плюс логистические расходы. На каждом килограмме это примерно от 4 до 7 рублей за килограмм. За исключением товаров, которые в достаточном количестве производятся в республике. Ну это прежде всего макаронные изделия, мука, хлеб. Мясо все-таки у нас дороже. Если сравнить даже с тем же Краснодарским краем, разница приличная, 100 рублей. Вы не согласны с этим? Ну в оценке, что разница 100 рублей, не согласен. Тут нужно смотреть, какое мясо, вырезка, мясо на кости. Скажем так, сортов мяса очень много, и тут нужно смотреть предметно. Хотя, безусловно, в Краснодарском крае цены выше. Но, опять-таки, тут накладывается несколько факторов. Это, прежде всего, как я уже говорил, логистика, недостаточные объемы производства в республике. Цены у наших товаропроизводителей значительно выше. Оптово-отпускные цены у товаропроизводителей значительно выше, чем в том же Краснодарском крае. Мы сравнивали, допустим, отпускные цены свинины в Воронежской области, которая поставляется к нам. И у местных товаропроизводителей значительная разница. Но при этом нужно отметить, что по многим позициям качество нашего крымского товара выше. Естественно, цены формируются рыночными механизмами. И за более качественный товар, за более экологически чистый товар, продукцию, производители хотят получить более высокую цену. Но все-таки цена действительно более высокая. Но все-таки будет ли как-то она снижаться в ближайшее время? Вот если да, то каким образом? Ну, обнадежьте нас. Безусловно, цены будут снижаться. Органы власти сегодня предпринимают все возможные меры. А это меры, прежде всего, рыночные. И, как я уже говорил, административных у нас нет. Мы должны учитывать, что у нас в феврале, в части марта, было запрещено проведение ярмарочных мероприятий. А, как правило, на этих мероприятиях цены на 10-15% ниже, чем в стационарной розничной торговой сети. Эти ярмарки уже возобновились. Разработан целый ряд дополнительных мер для того, чтобы насытить рынок дополнительным товаром. Для того, чтобы облегчить доступ товаропроизводителей на розничный рынок. Сегодня, в соответствии с поручением главы республики, органам местного самоуправления поручено обеспечить не менее 10% торговых мест на рынках для товаропроизводителей. Но это будут, как правило, мелкие товаропроизводители, физические лица. И не менее 10% от общего количества мест для нестационарных торговых объектов, киосков, тоже для размещения фирменных объектов. Но тут будет маленький нюанс. Мы уже сталкивались с тем, что при предоставлении таких мест те же товаропроизводители используют посредников, индивидуальных предпринимателей, которые от их имени через франшизу торгуют их продукцией. Такие места будут предоставляться только при условии, что сам товаропроизводитель будет сам осуществлять деятельность в этих объектах торговли. Достаточно интересный инструмент и эффективный – это средства массовой информации. Мы начинаем сегодня работу по размещению цен на Крым-24. Да, и, кстати, наш телеканал теперь будет очень внимательно следить за ценами. Наш опыт показал, что это действительно достаточно эффективный механизм. Дело в том, что в течение года полутора министерство размещало на своем сайте сравнение цен по крупным торговым сетям. Очень многие крымчане заходили на этот сайт и, естественно, выбирали супермаркет, где цены дешевле. И мы столкнулись с тем, что сами сети уже начали волноваться о том, чтобы у них цены были ниже. Это борьба за покупателей. Ну вот наш телеканал действительно теперь будет и освещать все цены, которые в торговых сетях устанавливаются. Но торговые сети тоже все-таки иногда пытаются преувеличить цены, сделать какую-то надбавку. Поэтому в Крыму был заключен меморандум взаимопонимания между Советом министров Крыма, между производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли. Как сейчас выполняется этот меморандум? Меморандум выполняется. Вообще этим меморандумом было охвачено более тысячи объектов торговли по всему Крыму, в том числе супер, гипермаркеты. Мы буквально три недели назад провели мониторинг выполнения меморандума. И по позициям, которые отмечены в меморандуме, торговые надбавки выполняются. Вопрос в другом, что сегодня у супер, гипермаркетов, вообще у любой более-менее крупной торговой сети есть такой механизм, как ретро-бонус. Это плата за маркетинговые услуги, ретро-бонус общий. За счет которых они имеют право все-таки накручивать себе торговую надбавку, увеличивать свой финансовый результат. И сейчас мы ведем с крупными предприятиями работу, чтобы на формирование цены, ретро-бонусы, по крайней мере, по отдельным позициям социально значимых товаров, на их цены, чтобы они не влияли. И вот давайте еще вернемся к моменту. Вы сказали, что ярмарки в Крым возвращаются, насколько я поняла, потому что запрет уже снят. Где можно будет ознакомиться с информацией о ярмарках в Крыму? В начале каждого месяца на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым размещается график проведения ярмарок. И сегодня поручением главы Республики, всем органам местного самоуправления, муниципалитетам поручено аналогичные графики, естественно региональные, размещать на своих сайтах. Ян Владимирович, мы вас благодарим за то, что вы к нам сегодня пришли. Мы очень надеемся, что все-таки цены у нас снизятся и уже не будут так больно кусаться. Цены, безусловно, снизятся. Ну что ж, на этих словах мы и завершаем нашу передачу. Мы с вами не прощаемся, говорим до новых встреч в эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин